Девочка-пай Меня зовут Дмитрий. Я расскажу, как можно стать самым настоящим фермером, не выходя из дома или офиса. Современный городской образ жизни практически не оставляет обычному человеку шанса стать хозяином собственной фермы. Для этого нет ни времени, ни свободных средств, ни нужного опыта. И все же каждый человек хотел бы питаться не с конвейера магазина, а теми продуктами, которые выращены на его личном участке под контролем его и его семьи. Наш проект «Телефермер» позволяет решить эту проблему и любому желающему стать настоящим фермером, не покидая города. Для этого мы и создали наш сайт telefermer.ru, который поможет вам не только приобрести животных, землю и выращивать растения, но и получить к своему салу самые свежие, самые качественные, выращенные под вашим присмотром продукты. Стать участником проекта очень просто. Регистрируемся на сайте telefermer.ru Заходим на страницу «Моя земля» и резервируем землю. Заходим на страницу «Мои животные» и выбираем животное или растение. Выбираем опцию «Установить видеокамеру» и внимательно следим за выращиванием вашего животного или ваших растений. И вот вы настоящий фермер! Субтитры создавал DimaTorzok сразу хочу сказать что данных лабораторных будет не так-то много потому что мы их постоянно получаем но катастрофически не хватает времени на обработку осмысления аналитику но в общем-то я постаралась взять данные по самому интересному объекту который нам удалось посетить в ноябре 2017 года в египте в рамках программы ну как вы все знаете и многие присутствовали там мы провели успешно очередной семинар лаи посвященный поиску техногенных цивилизаций и в рамках этого семинара нам удалось посетить как объекты в общем-то широко известные туристам и нам тоже в том числе вот так и два уникальных объекта на которых обычных туристов обычным туристам доступа нет один из этих объектов это шахта подземная камера великой пирамиды красным выделено но все знают конечно прекрасно где она расположена сразу хочу рассказать забавную историю что вот мы с машей до такого и туда не до и смогли долезть вот потому что приступ клаустрофобии поборол исследовательский азарт когда мы увидели что все там сужается народ на четвереньках стал и стоит в пробке представили что спереди 15 человек сзади вот и в общем мы так струсили и остались наблюдать чем это все закончится вот но тем не менее по фото и видеоматериалам по рассказам в общем все мы представляем что там находится ну и второй объект это так называемая шахта азириса ну а легенд или с легендой об азирисе мы все хорошо знакомы те кто не знаком могли посмотреть краткое изложение в замечательном фильме он драша вот я думаю все посмотрели и не по разу кто не посмотрел тот срочно должен это сделать и там же изложена предыстория исследования данного объекта достаточно загадочного но я про это скажу только два слова поэтому значит объект расположен вблизи от великой пирамиды и пирамиды хефрена красным объедем появилась на картах в 19 веке неизвестный объекта который назывался там шахта номер один или гробница номер один затем долгое время ничего не было об этом объекте слышно вот и следующее упоминание уже через примерно 100 лет относятся к 1930-40 годам ну и в общем то никаких подробностей также известно не было пока в 90-х годах данный объект не был начат не было начато полномасштабное его исследование египетскими археологами ну вот мы видим вход в разных ракурсах в эту шахту располагается под процессионной дорогой которая сложена из массивных известняковых блоков что из себя представляет шахта осириса три вертикальных спуска три шахты каждому из которых прилегает помещение первая указочка первая шахта имеет глубину около 10 метров нет указочек имеет глубину около 10 метров и приводит нас в на первый уровень помещения в котором в общем то ну для исследователя ничего особо интересного не обнаружено просто некая комната из которой идет вход в следующее помещение следующий отрезок шахты самые длинные составляют около 13 метров вот и он приводит нас в помещение с семью такими вот нишами справа эта схема из отчета египетских археологов значит вот здесь у нас уже много чего заинтересовало пока указочки нет но вот видно на плане что в двух нишах стоят саркофаги они там обведенные общем то вот и еще в одной из них была обнаружена можно так сказать горка всяких разных предметов датированных седьмым столетиям до нашей эры вот об этом сказано в отчете но и надо сказать что до сих пор там эти предметы лежат прямо можно подойти там покопаться так как туристов не возят туда и мы видели там и какие-то осколочки керамики фрагменты чьей-то челюсти то есть до сих пор она там ну часть наверное забрали но часть этих фрагментов там спор лежит ну что привлекло наше внимание на втором уровне шахты но достаточно мощные такие трещины по потолку по стенам прослеживаются заполненные окислами железа желтого оттенка красного оттенка то есть но желтый оттенок это типа лимонита минерала с красным оттенком типа минерала гетит там примесь марганца дает красноватый цвет на эти трещины но сразу же возникло такое обсуждение могут ли они быть техногенного происхождения вот так как мы все-таки ищем следы высокоразвитой цивилизации и мы сделали провели лабораторные исследования материала вот этих трещин методами электронной микроскопии то есть с целью определения элементного состава ну вот эта вся масса представляет из себя агрегаты оксидов железа самых разных там оксиды марганца карбонатов сульфатов кальция бариостронция основные элементы примеси медь и цинк ну вот еще поближе эти агрегаты железа и марганца пленочки прослеживаются железо кристаллики гипса в общем то ничего пока такого экстраординарного ну вот единственно что попадаются участки с повышенным содержанием стронция и бария обнаружено также частичка оловянной бронзы впечатанную эту массу видно что она очень старая попала вот не сегодня не вчера туда покрыта там налетом грязью там всякое и прочее так ну и каковы восточные возможные источники этого ожелезнения но самый такой в любой геолог скажет что это просачивание поверхностных вод глубь значит во первых сама вода может содержать там ионы железа и также она раз хорошо растворяет стенки поверхность известняка в котором также содержится какое-то количество железа и она отлагается на стенках от этих трещин то есть вроде бы ничего такого необычного но и также вот он раз общался с геологом местным и он такую же то сказал версию только ну что это связано с разливами нила но то же самое просачивание поверхностных вод вглубь ну и версия техногенного происхождения которую мы все обсуждали вот к сожалению вот этих анализов сейчас недостаточно чтобы окончательный до такой вердикт сказать мы с дмитрием запланировали еще другими методами померить изотопный состав и удельную радиоактивность также с целью проверки такой версии мы он дрыша попросили весной он обследовал тщательно всю поверхность над шахтой на предмет того да может ли что-то вот служить какое-то оборудование до источником этого железа вот к сожалению нам стоило при спуске в шахту более тщательно смотреть вот этот весь разрез известняка вот мы это лично вот я не сделала потому что все были поглощены тем что же мы там увидим внизу вот такое волнение было и конечно стоит еще раз внимательно хотя вот первый отрезок шахты осмотреть вот но вот на этом снимке мы видим что между блоками процессионной дороги в общем то вот видны тоже дать следы вот этой 3 между стыками блоков следы вот таких же ржавых прослоев вот то есть ну вот к следующему семинару у нас будет новая информация по этим прожилкам ожелезненным но это далеко не все интересное что мы обнаружили на втором уровне шахты это в первую очередь два саркофага заинтересовали оба саркофага сделаны из базальта все сразу сказали вот почему то что они похожи на серапиумского чисто так интуитивно вот похожи хотя они значительно уступают саркофагом серапиума как по размерам так и по качеству обработки у обоих саркофагов сдвинуты крышки и можно спокойно заглянуть внутрь что мы сделали вот это первый саркофаг обратите внимание на вот эту трещину мы еще к ней попозже вернемся ну это он же и второй саркофаг он более качественно выполнен так более ровненький и у него вторая особенность то что он покрыт неким веществом напоминающим битум смолу какую-то вот что-то неким веществом мы провели лабораторное исследование поверхности этого саркофага вот сейчас мы видим вот сам вот этот битум в кавычках пока потому что происхождение не установлена вот второй вид поверхности ну вот корка из каких-то загрязнений продуктов разрушения породы и просто грязь тысячелетняя возможно но это еще не все есть свободные участки вот от этой корки на них видна собственно поверхность породы базальт минералы магнетит пероксин в общем-то вполне характерны для базальта в общем ничего такого экстраординарного и анализ вот в точке 1 вот этой вот корочки вот но здесь тоже все нормально все элементы соответствуют продуктом разрушения породы и загрязнениям ну и вот более подробно про сам вот этот битум здесь его элементный состав отражается выделяются такие элементы как фосфор серый хлор достаточно специфичные которые углерод конечно которые говорят о том что мы имеем дело с органическим соединением неким вот вот тут интересно сказать вот давно лежали без использования вот эти вот анализа у нас что подобные вот смола аналогичные смола подобные вещества уже были обнаружены других на других археологических объектов и были исследованы вот в частности группа наших исследований исследователей привозила из иордании из петры вот образцы вот такого вещества там то не где-то наковыряли вот и все мы видели вот похожего вида черные потеки в красной пирамиде но вот это из иордании вот вид поверхности от этого вещества и его анализ и вот они все три которые у нас имеются на данный момент и шахты азириса анализ из комплексов петри и с красной пирамиды это не мы делали это хабаровске несколько лет назад проводился тоже анализ вот как мы видим очень похож состав да везде углерод фосфор серый хлор то есть и по остальным элементам мы видим тоже схоже на там калий магнитом и прочим вот к сожалению у нас к происхождению этого вещества ну данная информация пока не приближать потому что вот такой состав он характерен для любого органического вещества там и битум и копоть какая-нибудь сажа то есть нельзя сказать что это одни и те же люди наносили значит один и тот же состав да ну то есть если есть надобность конечно этот вопрос можно дальше решать подключать другие методы исследования возможно мы вот этим займемся но пока вот определен состав проведено сравнение в общем то тоже шаг вперед какой-то есть но и хотелось сказать что при рассмотрении вот этого покрытия сразу же возникло у нас там обсуждение в нем участвовали там маша такова и сергей кокарев такой интересный разговор состоялся начали обсуждать насколько она древняя или новенькая вот некоторые члены нашей группы говорили что выглядит очень свежим никакого сверху пыли там ничего нет вот и что возможно для скоро хотят открыть для туристов тот объект и значит для придания такого колорита чтобы было похоже там на сиропин да вот специально обмазали вот но другие были не согласны говорили что это что-то очень древнее так как туристов все-таки не водят туда да и я живу даже кости там еще не убрали там какие-то вот ну в общем вот такое вот бурное обсуждение состоялось достаточно активное вот на мой взгляд это все таки наверное что-то древнее потому что это еще не все что мы обнаружили на поверхности этого саркофага вот вот эта корка загрязнения которую мы уже я показывал на этом состав все вот из под нее светится что-то белое белым светятся у нас тяжелые элементы то есть металлы очевидно что под коркой нанесено какое-то металлическое покрытие что из себя представляет это покрытие еще она проглядывает тут разных местах основной здесь элемент это свинец значит есть также примеси цинка железо титана мышья к сразу же опять вспомнилась аналогия что некие подобные покрытия мы уже встречали на других археологических объектах например вот саркофаги серапиума как мы помним там гладкая зеркальная поверхность и вот такие же какие-то свинцовые разводы но по остальным примесям немножко отличаются но основной элемент все-таки свинец также плита луксори опять вот такие вот свинцовые разводы под загрязнениями просвечивают тоже основной элемент свинец и примеси те же почти те же железо титан то если брать другие регионы то в израиле также на поверхности блоков прослеживается очень большое количество свинца его соединений причем что вот хотелось бы сказать обратить внимание на характер да вот распространение этого вещества точнее нанесения вот мы видим например тот случай когда на данном случае это саркофаг корцитовый дошура когда частички прямо от стружечка да вот это один из моих любимых снимков она вот меньше пылинки на самом деле вот ну прям видно что стачивала что-то да и застревала между зернами породы вот здесь совсем другая картина вот именно что-то там натирали красили там размазывали в общем что-то совсем другой какой-то способ нанесения ну да все мы знаем также что свинец в общем-то и не пригоден да для резки там каких-то материалов так как очень мягкий очень мягким для этого еще не все хотелось бы сказать что это может быть да по поводу свинцового покрытия но при попытке проанализировать сразу же вспомнились в первую очередь свинцовые белила до которые с глубокой древности использовались то есть та белая краска которая очень хорошо наносилась достоверно известно что на руси она использовалась европе про египет не знаю вот но такая версия как-то кажется в общем то не правдоподобная нашем случае но вряд ли кто-то пытался их выкрасить красиво белый цвет да эти объекты вот но и в общем никаких следов белой краски в общем то не видно так вот визуально что еще это может быть да кстати вчера вот сидели с мариной вот которая выступала с докладом и пытались найти месторождение свинца в египте вот так сходу не нашли только современные по древнему египту сходу не нашли информацию вот но зато нашли очень любопытно нам на будущее если поедем в экспедиции такое местечко значит первая находка самое раннее свинцовое изделие в египте относится тоже к храму азириса вот причем он какой-то очень интересный в абидосе не был там вот а значит полностью почти разрушена практически ничего нет на поверхности земли вот не успела картинку картинки подготовить в общем очень разрушены блоки раскиданы как при каком-то там взрыве тоже вот и такие провалы рельефе то есть что показывает что могут быть какие-то подземные там сооружения вот пытались туда проникнуть некоторые следователи в общем без помощи спелеологов общем невозможно сильно разрушенный объект и вот там была найдена самая ранняя свинцовая статуэтка по-моему третье тысячелетие нашей эры именно вот тоже на объекте связанном с асирисом вот такой момент от который можно будет в будущем подумать над ним значит где сейчас мы используем свинец вот такое свинцовое именно покрытие не просто свинец значит предохраняет от воздействия серной кислоты сернистых газов стойки против отравляющих веществ применяется военной промышленности превосходная звукоизоляция ну конечно все мы знаем что это антирадиционная защита гасит гамма- и рентгеновское излучение другие там комбинированные излучения и так далее но также применяется при создании тяжелой многослойной брони потому что гасит удар благодаря своей вязкости вот такое покрытие на нашем саркофаге ну это еще не все сюрпризы еще обнаружено некое соединение в котором содержится железо никель и кадмий ну вот по такому сплаву вообще ничего не нашла что это может быть единственное что вот сейчас где эти металлы можно встретить вместе это какие-то там никель-кадмиевые аккумуляторы вот ну в общем не могу прокомментировать что такое может быть ну это еще вот такая частичка ну в общем на втором уровне шахта осириса это еще не все что мы обнаружили вот обратите пожалуйста внимание на это тоже схемой зачета египетских археологов вот она что уровень и вот на этот кусочек который располагается непосредственно под столом шахты ну вот здесь я это я красненьким выделила тут находится некое углубление вот на чертеже его нет ну либо потому что она слишком там незначительную глубину имеет там около 30 40 сантиметров вот но почему его не нанесли не совсем понятно вот так вот она выглядит на него обратила внимание тоже маша дудакова также возникло очень интересное обсуждение для чего может быть сделано такое углубление вот маша высказала мнение что это было нужно для того чтобы при спуске саркофага вниз его можно было перевести из вертикального положения сначала в диагональное затем развернуть уже в горизонтальное и туда затащить внутрь но при дальнейшем обсуждении высказывались другие мнения вот например могли не затаскивать что-то наоборот вытаскивать да уже во времена фараонов может быть уже там все стояло да вот может быть других саркофагах были ниши или еще какие-то предметы вот возможно его вырубили чтобы что-то наоборот поднять наверх третья версия говорит о том что при работах археологов может быть какое-то оборудование уже вот сейчас устанавливали поэтому его и не нанесли на схему но в общем то в пользу того что саркофаги именно спускали вниз может говорить то что они оба треснуты очень сильно повреждены саркофаги вот в одном трещина видна идет на по всему коробу и по-другому тоже здесь вот качественных снимков не нашла я вот так красненьким выделила как идет трещина хотя конечно непонятно вот тоже маша говорит грохнули вот на последних метрах ударили все-таки об землю вот но почему если один разбили не придумали как избежать со вторым такого же повреждения тут не совсем понятно так но и нам с вами осталось спуститься на самый последний нижний уровень шахты последний отрезок и прилегающее помещение фотография тоже из отчета визита саркофага я сейчас хочу попробовать нет получится хотя перед этим пробовала хотела показать маленький фрагмент видео сейчас мы все закончим тогда и в конце покажу что мы увидели опять же из фильма он дальше можно увидеть и многие и сами в общем-то бывали из присутствующих до в этом помещении мы увидели такой большой зал который затоплен водой ну самые смелые у нас решительные зашли в эту воду там по колено примерно было где-то может там чуть поглубже да вот но это и статьи я нашла тоже покрытой водой вот короб саркофага вот и в общем то вот так скорее всего все это выглядело то есть вырублено в массиве помещение посередине такой остров островок вот и в середине его сделано углубление в котором стоит саркофаг по краям этого саркофага стояла по всей видимости четыре колонны с частным основания только сохранились вот и версия читала ну в каком-то там статье что специально тяжело бы были сделаны такой глубины чтобы их вот немного заполняла вода чтобы именно так вот красиво все выглядело так ну и вот интересный момент проход вот здесь сторону который ведет сторону великой пирамиды по поводу этого прохода ну по-моему из наших никто не пытался туда залезть но сразу видно что узко и безнадежно вот но есть информация что египетские археологи туда просили заползти ребенка он прошел на пять метров потом они через какое-то время провели уже с помощью аппаратуры исследования этого прохода аппаратуру смогли продвинуть в общем там несколько было попыток в целом по моему метров там на 20 причем они обнаружили какие-то разветвления и прочее ну в общем непонятно куда он ведет и чем заканчивается вот если этот проход продолжается в сторону великой пирамиды вот то вполне возможно что он соединяется или должен был соединяться как раз таки вот с подземной камеры вот он расфильме тоже говорит да что какие-то вот аналогии существуют между этими двумя помещениями некое углубление в центре там и прочее вот и они находятся оба на одном уровне от поверхности земли там около 30 метров то есть если он продолжается возможно вполне что приводит должен приводить или приводит в подземную камеру великой пирамиды вот фотография наших нашей группы которая туда проникла эту подземную камеру ну и вот что успели сделать из по подземной камере это проанализировать соль ну вот здесь ничего кроме красивых фотографий получить не удалось но неправда очень красивый на мой взгляд это соль из прохода в подземную камеру под разными увеличениями вот просто всего лишь натрий хлор так ну и я предлагаю все вместе обсудить до относятся ли данный объект к древне высокоразвитой цивилизации с одной стороны скромные достаточно размеры саркофагов достаточно грубо обработаны вот эти вот ляпы при спуске до которые привели к повреждению коробов вот с другой стороны присутствие на поверхности там необычных химических соединений такая вот некая таинственность да вот скрыт объект должен был быть скрыт там от глаз так же как серапиум вот возможная связь с великой пирамидой возможно они там до какую-то единую технологическую систему составляли вот это уже на этот вопрос мы уже должны отвечать все вместе вот и сейчас я хочу все это закрыть и поставить он все-таки маленький фрагментик вот потому что он кроме тех кто специально этим интересуется возможно никто не видел то есть своими глазами мы видели просто затопленное помещение вот я вам хочу показать что увидели египетские археологи вот при спуске когда они осушили эту шахту вот вот то есть вот так мы не могли там ходить даже крышка полностью была скрыта под водой вот как раз фрагмент когда они поднимают крышку устанавливают ее на опоры вот вот как она все могло выглядеть а и они сейчас померят эту крышку значит у них там получилось что-то 9 футов где-то 2 и 7 метров в длину то есть достаточно такое красивое было подземное сооружение на вот сейчас показывают они короб вот этот который скрыт под водой померили крышку и вот этот самый вот он объясняет что просаживает просадка там породы происходит опускание там насколько то вот вот такое объемное изображение как могут идти вот эти проходы и что интересно предполагают что еще возможно один проход идет вот внизу в сторону сфинкса и вот он показывает вот этот самый таинственный проход очень интригующий и хотелось еще показать фрагмент из японской передачи мы пытались разыскать что это вообще фильм целый или вот ребята наши где-то нарыли прошу прощения за плохого качества в японии была показана вот эта передача посвященная шахты осириса мы пытались найти первоисточники но пока не нашли тоже как все это выглядит под землей в объемном виде вот как раз проход в сторону великой пирамида а из шахты с нижнего уровня вот и последний фрагментик на несколько секунд мне тут понравилось что японцы вот построили даже такую физическую модель то шахты вот сейчас сделали игрушечку сейчас не покажут такого построена то есть серьезно подошли к этому моменту ну вот в общем-то вся информация по данному объекту которую на данный момент нам удалось собрать и получить все вопросы переходим ну в общем-то они все изложены от интересного даже вот послушать да вот то что думает насчет предназначения да вот всегда остается большой вопрос да вот мы во многом проникаем в технологии да уже там начинаем понимать что из чего а вот зачем самый такой вопрос сюда открыто остается как раз обсуждали экспедиции вот на дольмены да вот намного тут вот и вот но все поняли практически кроме того зачем зачем их строить как строили уже или пели и флюидолиты да вот все все понятно там из каких элементов зачем после того как по ним походишь этот вопрос становится еще больше так и здесь да вот а какие перспективы все-таки изотопного анализа ну вот я с ним не сталкивалась не могу сказать честно сразу говорю то есть не сама не проводила не с результатами вот я думаю что надо пробовать все неизвестно что выстрелит да вот как я стала вот перед самым поездка вот возникла мысль померить удельную радиоактивность да вот этого же металла тут уже интересно то есть ну вот так неожиданно пришла потому что у серёжа мерил кокарев просто общий фонда радиационного там есть возможность по каждому элементу померить да там сколько уран там сколько тари изучают сколько до так да есть ну у коллег физиков есть и в общем то мы уже договорились таких анализах они достали не очень дорогие там вполне доступны и вот в течение лета я вот рассчитываю их провести вот с изотопным да там там нужно да там нужно достаточно большой объем да то есть вот эти маленькие кусочки там некие саркофаги ничего для этого не пойдет на вот довольно большой должен быть объем пробы с изотопным составом вот насколько я представляю есть некоторые сложности с чем сравнивать талоном что будет служить существует как бы устойчивое природное распределение ну и изотопов и вот относительно них можно сразу увидеть это искусственное происхождение ну да вот стоит но это вот только вот применительно с вот этими ожелезнениями да где у нас и достаточная масса пробы все а вот что касается поверхности но я согласна да стоит двигаться в этом направлении несомненно ну вот я специально не занималась но если скажут поищем выходы дело в том что вот другие изотопы давно много высокоточных там методов до которые можно подключать там этот же айси пида вот метод а когда проба полностью сжигается и до ионов там можно посмотреть тому количественные до соотношения но я всегда вот немножко против этого именно что касается обработанных поверхностей как этот анализ также выполняется вслепую то есть мы не поймем что там мы получим супер экзотические элементы да но не поймем что это что и дало да какая-то природное вкрапление там природный минерал какой-то или тот самый инструмент вот вот чем мне нравится электронная микроскопия что мы понимаем да мы видим то что мы анализируем конкретно что это частичка застрявшая да или это какая-то примесь породе ну несомненно нужно новое подключать методы однозначно ну и второй вопрос историческая привязка насколько ты уверена что те пробу которые ты анализируешь они там не столетняя пыль именно тысячелетний исходный материал но на самом деле я вот еще на первых докладах говорила да что время появления этих частиц на поверхности образца этим методом установить невозможно да тут вот чтобы говорить о том что не действительно древние нужно действительно изучать там историю этого объекта там смотреть насколько они ну даже вот чисто визуально видно ну свежего только что упала прям сверху лежит да вот прям не пылинки ничего да или же это вот как мы смотрели вот частичка бронзы оловяна замурована уже там давно заросла там вот чисто визуальная оценка изучение истории объекта когда там работали реставраторы вот то есть сама методика ответа к сожалению большому не дает то есть всегда здесь можно попасть в неприятное положение единственное что нам доступно более-менее с грубой датировку это поверхности этих объектов да если что-то мы выковыряем там нет никакой уверенности что однозначно поэтому я вот с этим обращаюсь очень осторожно да и вот говорю что нашли а тут уже дальше надо смотреть я уже не помню может какие-то идеи были может быть но не такое сплошное покрытие так как вот мы видели вот какие-то может быть частички были тут надо поднять данные по нему вот они у меня кстати собой можем сегодня посмотреть даже сразу вот там другое было он прям просто нафарширован этой стружкой там другого состава вот но были еще какие-то примеси там дело в том что совсем другой материал да вот кварцит это самый благоприятный вот такой материал там в этих трещинах между он сам по себе кварц тайны крем неинертный да он почти не разрушился за весь этот период что он лежит и там все очень хорошо сохранилось вот но можно будет сегодня посмотреть что там было освежить в памяти это просто самый первый объект который мы анализировали еще до тысячи там двенадцатом году вот поэтому на этом саркофаге следы побежал в райоз температурного действия какое-то было на каком ну вот это кварцитал саркофага передошвы ну может быть коричневые от чего они могут знать а ну такие чисто визуально прослеживаться да да есть такое это могло быть при образовании породы да слоистость естественно да 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 кстати вот я надо было даже кусочек привести мы что по россии есть там видно да что разная степень перекристаллизованности до в разных слоях то есть тоже был песчаник да в каких-то на каких-то участках он уже полностью кварцит превратился на каких-то еще не совсем вот поэтому да скорее всего вот эта полоща то есть именно с этим садом смотрите маленькая тонкость вообще в природе натрия мало в основном калий все они встречаются про то в мире вместе натрий калий хлор то есть такая компонент нас есть у нас натрий хлор значит их разделяю как так как с этой солью откуда она вообще взялась там что высыхало и почему такой друг странный состав вот не могу сказать я вверх даже не видела где ее взяли там в этом где-то в проходе кто-то может помню где там была соль вот в основном на смедумской пирамиде до большое количество соли с не ошибаюсь вот а там еще не готова тоже да ну мы все вот так соберем вместе нотка если у вас есть какие-то отверстия было бы я так вот не могу сказать это как раз другим вкусом естественно только натрий хлор очень сложно найти каменоломнях морская соль там тоже смесь да да а кориева вообще больше значительно лучше чем на и почему такой удивительный состав на три хлор почему так чисто да вот я сама дело что никаких не просто рима сена вашего спасибо вам за комментарий очевидно рост шахта сирис с точки зрения геологии может быть доработан или природным образованием карстовый какой-то там полностью слегка доработали до геометрии ну нет вообще обычно карстовые проявления они такие масштабные вот там как-то на плато гиза по моему пещер вообще карстовых я вот не в курсе есть они там или нет но обычно вот я видела в адыгее до плато лаганаки если кто был там вот карстовые процессы там до уходят вот такие колоссальные трещины на глубину ну возможно изначально там что-то и было доработано тут трудно сказать но вот то что я видела карстовые процессы они обычно такие масштабные прямо идут и вот и где-то еще было бы рядом до пещеры хотя это много вот этих вот колодцев и вот интересно что все они вот как раз примерно до глубины там то что марина говорила около 30 метров доходят до что они какую-то может быть единую систему представляли собой еще вопросы мне не вопросы просто обратить внимание что что у меня обычного железа еще так называемое небесное железо метеориты если их обнаруживать люди в любые времена они всегда представляют для них интерес например те же древние египтяне могли спокойно кусок метеорита затащить в гробницу мы будем обнаруживать состав уникальный состав с кобальтом еще черное с чем фактически это будет просто природный камень положенные необычное место ну как вот именно виде камня или в виде частиц у нас тоже разрушается железо окисляется по несколько тысяч лет мы обнаружим некоторых порошок но дело в том что мы такие соединения находили да очень похоже на метеоритное железо там было железо никель кобальт как раз для железных метеоритов характерно и андрей вот на это обращал внимание вот но она дело в том что было не в чистом виде а еще там такое ощущение что его сплавляли а вот с чем-то еще все-таки там не не чисто было вот не в чистом виде вот это состав метеоритного железа поэтому там достаточно такие непонятные соединения попадались все вопросы вопрос и поблагодарим у вас